Проект Росгосцирка и Королевского цирка Впервые Бурлеск презентовали на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в 2019 году. С тех пор проект собирал аншлаги в столичном цирке. Целый год. Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-м международном цирковом фестивале. Где они завоевали главную цирковую награду мира – золотого клоуна Монте-Карло. Покорив сердца жителей и гостей столицы, коллектив отправился в большой всероссийский тур. Уже четыре года проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. Гастроли в Рязанском цирке пройдут впервые и станут настоящим подарком для жителей и гостей города. Рязанская публика хорошо знакома с творчеством заслуженного артиста России Гии Эрадзе. Знает, ждет и любит программы Королевского цирка. В этом году зритель впервые увидит грандиозное новое шоу. Шоу «Бурлеск» – это всемирно признанное, это оскароносное, это великолепное масштабное цирковое шоу. Это синтез цирка с его величеством трюком. Очень много трюковой части, очень много сложных номеров, которые без страховки актеры демонстрируют, артисты демонстрируют. Также это театр, потому что это единая сюжетная линия. Это мюзикл, потому что будут песни. Это масштабные декорации. Это огромное количество костюмов. Это огромный состав профессиональных артистов балета. Артистов балета около 50 человек, вы можете себе представить. А артистов у нас больше 100 человек. 17 автофур приехало в Рязань. На манеж выходят яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты королевского цирка Гии Ирадзе и компании Росгосцирк. Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная русская кадриль и бесстрашные акробаты на встречных качелях. Ловкие жонглеры на стрелах, сказочный пегас и царевна-лебедь. Эквилибристы на рояле, в окружении утонченных балерин, страстная танго гимнастов на турниках, бронзовые скульптуры и много интересного будут поражать рязанскую публику. Именно в этом шоу представлен грандиозный номер «Групповая трансформация Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гии Ирадзе со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже, яйца Фаберже, ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Жемчужиной Росгосцирка, нашей государственной цирковой компанией является номер «Яйца Фаберже». Это изюминка нашего шоу, изюминка королевского цирка. Это групповая трансформация или квик-ченч. 12 человек единовременно меняют наряды. Эти наряды и костюмы, они все отпринтованы в стилистике Карла Фаберже. На манеже вы увидите 6 трехметровых точных копий императорских яиц Фаберже. Это иллюзия, это красиво, это дорого, это стильно. Этот номер ездил на 43-й фестиваль в Монте-Карло и завоевал там золотого клоуна. Ярких и талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные – пятнистые пони, лошади и долматины-наездники. Розовые пеликаны, попугаи ара, ламы, лемуры, дикобразы, гиббоны, зебры, медведи и другие представители животного мира. Очень большое количество животных у меня, 14 голов лошадей и пони и 13 собак. Вот они все работают в разных номерах, по шоу распределены. Все животные дрессируются в удовольствие, потому что у нас очень они веселые, вы увидите это именно в шоу, как бы негуманно у нас сейчас вообще не принято. Сейчас немножко другие вообще подходы, другие системы и увидите по состоянию наших животных, как они у нас кормятся, как они у нас выглядят, блестящие, холеные, упитанные и довольные, виляющие хвостами. Как и всегда в постановках Геи Эрадзе действие будет масштабным, ярким и грандиозным. Разнообразные спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторская музыка, декорации и реквизит, эксклюзивные костюмы и, конечно, само первоклассное профессиональное цирковое искусство создают невероятную скорость. Бурлеск – это целостный спектакль со своей сюжетной линией, созданный с поистине грандиозным размахом в атмосфере варьете. Все блестит, сверкает и переливается. Королевский балет шоу восхищает хореографическими постановками и роскошными костюмами, поэтому поторопитесь увидеть премьера уже в ближайшую субботу. Лето и прекрасная погода – замечательный повод выбраться на природу, погулять по сосновому лесу, а заодно навестить зверушек моей маленькой фермы. Тем более, что у них появился новый арт-объект, которому вы можете доверить свои самые сокровенные надежды. У нее не было верхней части носика, был травмирован правый глаз, шрамы большие на спине, и она очень сильно боялась людей. Я по ночам читала ей книжки, сидела с ней, чтобы она привыкала к голосу. Потом она стала брать еду с рук, а через полгода она позволила до себя первый раз дотронуться. И после этого ей так понравились эти прикосновения, почесывания, что она даже отказывалась от вкусняшек. И когда к нам приходили гости, посетители, то она подставляла все время спинку, чтобы ее почесали. Явно непростая судьба Надюши, к сожалению, отразилась на ее здоровье. Врачи поставили ей диагноз почечной недостаточности и сказали нам готовиться к самому худшему. Я вот с ней сидел, гладил ее, разговаривал, упрашивал, говорил, напоминал ей, что ее зовут Надежда, и Надежда должна умирать последней. И она согласилась поесть, она соглашалась принимать какие-то лекарства. Несколько месяцев Надюша продержалась, но однажды стало понятно, что скоро придется прощаться. Она еще очень бодро прожила, вот так вот на наших уговорах прожила еще несколько месяцев полноценной, хорошей, счастливой жизни. А вот потом уже она уже явно захотела уйти, потому что когда я ее в очередной раз стал уговаривать, что давай покушай, давай выходи, И она впервые в жизни громко гавкнула, вышла из своего дупла и громко гавкнула и сказала уходи. Но мы поняли, что уже неизбежно, уже ей пора отправляться в какие-то другие миры. Вот отпустили, но сделали вот такой сундук, который символизирует надежду, символизирует, что надежда есть всегда. И напоминает всем людям о том, что всегда надо надеяться на лучшее, делать все возможное, чтобы это сбылось, но принимать любой исход, каким бы он ни был. И вот с этого момента сундучок всегда будет принимать письма от тех, у кого внутри теплится хотя бы маленький огонек надежды. Дом зверей «Моя маленькая ферма» всегда был и остается местом надежды. И именно енот Надюша изменила его историю. С нее началось знакомство семьи зверей с зоозащитниками, с неравнодушными людьми, а сама Ольга поняла, что в силах браться за сложные случаи и спасать зверушек даже в критическом состоянии. Вот так енот Надюша своим примером подарила надежду и другим зверушкам. Кого-то спасли из закрытого трогательного зоопарка, кого-то из сетки в заборе, а кто-то выкуплен с притравочной станции. Все они живут свою, насколько это возможно, счастливую звериную жизнь. Кстати, сейчас дом спасенных зверей располагается в экопарке Поляны. И здесь обитатели мечтают остаться насовсем. Для этого требуется построить теплый дом, где всем вам будет комфортно и зимой. Познакомиться и даже прогуляться с некоторыми из них можно каждый день, кроме понедельника. И заодно положить в сундучок записку с самым сокровенным. А надежда откуда-то сверху обязательно поможет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok